Друзья, всем привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткий поделок. Приношу свои извинения, что довольно длительное время не выходил в эфир. Кто-то там думает, что я плакал, кто-то думает, что я бухал. Да, действительно, в прошлом прогнозе я облажался. Я искренне прошу у вас прощения за то, что я не удаляю неудачные видео. Искренне прошу у вас прощения за то, что я не прогнозирую по фазам Луны, по атмосферному давлению. Я отталкивался от тех сигналов, которые мне давал рынок. В итоге я оказался неправ. Также прошу прощения, что не использую скользящие средние, которые вообще непонятно, почему должны быть 200 и 100. Почему не 245 и не 158? Ну, например, плюю на золотые кресты, кресты смерти, которые отрабатывают, как, ну, я не знаю, анализ паэлиота волновой, где постфактум ты там дорисовываешь волны. И здесь также постфактум говоришь, а, ну, там же был крест, поэтому, наверное, был рост. А сейчас будет там другой крест, поэтому, наверное, будет падение. Да, технически мы с вами строили сетап на понижение. Это абсолютно точно. Конечно, но неоднократно я говорил то, что я видел набор крупных позиций, и данные крупные позиции просто не было смысла так защищать и набирать. Ну, если у нас цель была там на какую-то глобальную коррекцию. Но по поводу этого чуть-чуть позже. Сейчас я все-таки хотел бы, во-первых, действительно сказать, что, ну, правда, я ошибся. Такое в трейдинге бывает, потому что это не точная наука, это исключительно теория вероятности. И говорить то, что там не спрогнозировал 10 из 10 движений, ну, это немножко бред. На самом деле я столько времени отсутствовал, потому что занимаюсь ремонтом очень так сильно, очень плотно, сутками напролет, потому что уже хочу переехать скорее в свою квартиру. Хочу уже скорее сделать хорошую качественную студию для канала, чтобы у нас все было по красоте. Также приношу извинения, но где-то полминутки я хотел бы потратить времени на хейтеров, которые говорят, что там что-то похерил. Я хотел бы показать движения там из последних, которые были мной спрогнозированы. Движения, которые я забрал. Почему, например, с зимы я абсолютно ни в каком не в минусе. И прогнозы на все эти движения вы определенно найдете на моем канале. Давайте мы с вами начнем прямо сразу с самого интересного. Там уровень 4 тысяч долларов. Я давал определенную, вот у нас была консолидация, давал определеннейшую точку. Пробиваем 4 400, входите в рынок на все бабки. Данное движение я лично сам проспал, но я его догнал. И на чем я заработал основное, соответственно, за этот год капитал. Я вам сейчас покажу. Но сам факт, 4 400 пробивали. Прогноз такой был. Мы с вами пошли в рост. Сразу же здесь были распределения. Все ждали глубокую коррекцию. Точно так же сказал. Вот коррекция прошла. Получилась у нас некая консолидация. Сказал определенно, пойдем дальше в рост. В рост пошли. Здесь фиксировались. Здесь пошел откат. И начал себя проявлять маркетмейкер. А здесь я уже в тот момент заподозрил, что что-то не так. Тоже сказал, пока что не торопитесь. Очень похоже на то, что нам не дадут ниже этих уровней. Ниже этих уровней нам не дали, но позиция здесь не набиралась. Пошла, соответственно, коррекция. Уже начал формироваться тренд. Мы пошли сюда вниз. Здесь набиралась позиция. Пошел легкий рост. Но, соответственно, не пошел до целей. На откат здесь тоже набиралась позиция. И везде стояли стопы, по которым можно было застраховать и, соответственно, забрать свой процент. Здесь, сюда мы, соответственно, упали. Здесь вот уже набиралась позиция с целью на пробой вот этого уровня. Вот здесь я действительно лоханулся. Здесь я действительно сделал неправильный набор позиций. Потому что по 9300, по 9400 у меня была набрана позиция. Но я хотел бы вам напомнить, во-первых, движение по риплу. Даже не хочу... Ну, давайте по эфиру. Ну, эфир даже не надо. Эфир с 80 я забрал, по 130-140 зафиксировал. Что касается ситуации по риплу, вероятно, здесь вы помните то, что у нас начинался рост по биткоину. Соответственно, альта пока еще стояла. Я понял, что альта у нас точно пойдет за биткоином. Взял вот такую вот позицию. То есть здесь я взял очень крупную позицию. Она пошла до 45. Я где-то здесь на 43 распределялся. Вот здесь могу ошибаться, но плюс-минус в этом уровне я распределялся. Здесь перенабирал позицию. Соответственно, продавал выше. Потом перенабирал, но перенабирал. Здесь он пошел до 39. Я перенабирал по 41, если я не ошибаюсь. И в районе 46-47 здесь фиксировался. Дальше моя ошибка. Действительно ошибка. Здесь была у нас консолидация. Я думал, у нас будет продолжение движения. И немалую часть позиций я набрал на этом уровне. Дальше мы, соответственно, получили откат. Но, соответственно, сами понимаете, какой здесь был процент. Весь это, только эти движения. Только эти движения. Там, конечно, по биткоину тоже были трейды, которые плюсовые. Но даже только эти движения покрыли всю просадку биткоина, которая была. И раз уж мы на глобальном графике по Ripple, давайте с вами сразу обозначим довольно важные моменты. Первый момент – то, что мы стоим на поддержке. Мы ее не пробили. Мы ее здесь прокололи свечой. Но по факту мы стоим на глобальной поддержке. Да, довольно шатко. Но, во-первых, здесь хороший покупатель. И все предпосылки – выйти и получить что-то вот типа такого. Вообще все предпосылки. Каждый раз в глобальной поддержке мы всегда видели хорошие выстрелы по Ripple. Здесь плюс-минус то же самое. Поддержку держат, поддержку выкупают. Поддержку выкупает не только маркетмейкер. Очень огромное количество мелких ордеров. И здесь сразу важный момент. Давайте поближе посмотрим, от какого момента его стоит начинать торговать. Соответственно, либо ту позицию, которая есть, надо будет распределить для перезахода ниже. Вот у нас с вами четкая консолидация. Уровень по этой четкой консолидации – это плюс-минус 26,5 центов. 26-27 центов. Соответственно, на этих уровнях надо будет смотреть, как себя будет вести продавец. На данный момент сопротивление по активу не очень сильное. Поддержка гораздо сильнее. Поэтому рассчитывать, что тут будет пробиваться, то есть здесь, соответственно, будет дальше продолжение выхода, вполне можно. Похожая ситуация у нас по люмину. Поэтому давайте его тоже сразу посмотрим. Вот зона его, соответственно, поддержки среднесрочной. То есть вот эти сквизы, показывающие уровень. Ну и вот, собственно говоря, зона проторговки. Соответственно, 0,65-0,7. Тоже так. Точно так же надо будет принимать решение. То есть то, что мы будем выходить к этому уровню, очень вероятно. Вероятность прям очень высокая. Но стоит ли здесь будет зафиксировать позицию, даже если она набиралась выше, например, в минус, или которая позиция набиралась сейчас, зафиксировать ее там в какой-то плюс для того, чтобы перезайти здесь ниже, это надо будет принимать решение по факту. На данный момент четкая поддержка и все предпосылки выйти в среднесрочные сопротивления. Приятнее всех, ну и, соответственно, опаснее всех здесь смотрится эфир. Эфириум также удерживает. На эфириуме довольно хороший продавец. И у нас все время тестируется сопротивление сверху. А тут на пробой этого сопротивления действительно хороший потенциал движения. То есть, ну вот видите, 210-220 долларов вполне этот потенциал. Вот, кстати, продолжение этого сопротивления. И, соответственно, выбивая его, мы можем рассчитывать на довольно неплохие движения. Здесь бы от трейдов я воздержался. То, что навряд ли пройдем вот эту поддержку, очень вероятно. Я бы все-таки посмотрел, как у нас здесь будут проторговки. То есть, в любом случае, я не думаю, что в ближайшее время мы будем выбивать это сопротивление. Я думаю, мы еще как-то вот так подвигаемся и потом будем выбивать его. Но поддержка 160, она как и была сильная, довольная. Я, собственно, говорил в выпусках, то, что эту поддержку очень мало, вероятно, пробьют. И ее не пробили. То есть, ну, тенью свечей прошли и все, остановились чисто на уровне 160. Потому что здесь момент, вот когда я как раз вам показывал, что я зарабатывал, здесь были очень сильные продавцы. Просто безумно сильные продавцы. И здесь действительно сильный уровень сформировался. Поэтому пока что на пробой вот этих зон, ну, я не рассчитываю. Теперь давайте посмотрим биткоин. По биткоину ситуацию я ждал на недельных таймфреймах. Неделя у нас закрылась. И ситуация тут следующая. Поддержку мы удержали. Что это дает нам очень важное? Это дает нам понимание, то, что среднесрочно мы определенно можем ожидать движения в уровень сопротивления канала. То есть, то, что мы будем ловить несколько свечей вниз, здесь уже маловероятно. И минимальное среднесрочное движение по этому активу я рассматриваю в 8600-8800. Это вот минимум его, который он должен нам показать. То, что очень маловероятно будет просадка ниже, это точно. Здесь довольно важна следующая неделя. Потому что на следующей неделе могут нам показать следующую манипуляцию. Могут резко закинуть объемы, тем более в любом случае ожидается здесь рост. Могут резко закрыть объемами вот эту свечку красную. Соответственно, это будет поглощение и дальше будет довольно сильный полет. Либо, соответственно, эта неделя у нас будет плюс-минус консолидации. И, соответственно, дальше у нас будет продолжаться консолидация. И это уже даст нам вероятность на продолжение падения. Ну, вот, смотрите, у нас был рост, хотели перекрыть ее, плюс-минус тоже перекрыли. То есть, как здесь будет вверх идти, здесь перекрыли вниз. Ну, а знаменовалось все это дело консолидацией и продолжением движения. Вот точно так же, если здесь будет консолидация, то, вероятное всего, мы будем ожидать продолжения движения вплоть до 5000. Ой, нет, наврал я вам. Вот до этого уровня мы будем ожидать продолжения движения. Тогда где-то 6500. А дальше уже будет поддержка 5000. Совсем локально я в закрытой своей группе довольно большое количество движений ловлю сейчас. Давайте посмотрим, чего здесь стоит ожидать локально. Смотрите, поджатие уровня. Да, я как раз в группе писал 8300, 8400. То есть, вот в этот уровень, вероятнее всего, мы будем ловить, потому что, опять же, встали на консолидации. Вот, да, я как раз им сегодня с утра писал, что отсюда стоит ожидать выход за восьмерку в уровень 8200, 8100. Ну, вот мы, собственно говоря, получили остановку на этой консолидации. Сейчас должен быть какой-то уровень проторговки, вероятнее на 8300 будем локально выходить. В таком степе маловероятно, что еще раз пойдем заболевать лонгистов. Уже данный сетап себя отработал. Поэтому, вероятнее всего, выход дальнейший 8300. Друзья, еще раз напоминаю вам то, что трейдинг – это неточная наука. Я сам просел, сам просел сильно. Хотел себе вот сейчас осенью купить машину. Рипл просел, нет машины. Причем, чтобы вы понимали, я хотел себе CLS500 Мерседес взять. Увы, сейчас сделаю ремонт. Тоже приходится снимать там альту. У меня в основном и ремонт за эфириум я делаю. Тоже приходится снимать альту по неприятному курсу. Но что здесь поделаешь? Это инвестиция, это инвестиционная деятельность. Плюс это трейдинг. Все это высоко рискованное. Абсолютно. Не обещают вам то, что вы сегодня положили 1000 рублей, завтра достали 3000 рублей. И определенно это неточная наука. Но всегда здесь есть прогноз верный, прогноз неверный. Просто сам факт, как человек работает, как трейдер работает, во-первых, по этим прогнозам на дистанции, и во-вторых, соотношение верных и неверных прогнозов. Я ничего на канале не удаляю. Вы можете посмотреть, что действительно верных прогнозов у меня капитально больше. А сейчас, да, действительно, я вел себя в заблуждение. Хотя, если честно, на вот этой просадке все позиции, которые набирались, они определенно не были распределены. И более глобально я вижу ситуацию, что сейчас у нас идет глобальный сбой позиций лонгистов. Соответственно, эти позиции, которые были набраны выше, плюс-минус как на 6000. То есть на 6000 были, на трех опустили для того, чтобы сбить лонгистов. И сейчас показали рост для того, чтобы начать реализовывать вот эти позиции, которые в том числе были набраны на 6000. Это вы должны хорошо понимать. То есть когда мы были на трешке, позиции на 6, они все не распределились, потому что там была довольно длительная фаза накопления. И на длительной фазе накопления на 3-4 тысячах эти позиции, они только усреднялись. Сейчас точно так же мы с вами не наблюдали распределений. Мы наблюдали набор позиций. И вполне логично то, что сейчас это будет какой-то такой глобальный снос лонгистов. И дальше мы будем продолжать восходящее движение. Но об этом я не говорил там в основном выпуске. По той причине, что нам нужны на это подтверждения. И подтверждения нужны на крупных таймфреймах. Ладно, друзья, лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова